МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы должны отплатить не менее 10%, в идеале 20%, от своей заработной платы. На что чаще всего берут кредиты казахстанцы? С чем связана такая закредитованность? Выборы в Можилис, как проходит агитация? Политические партии республики активизировались в регионах. Что обещают изменить в жизни казахстанцев? Рождество в заперти. Какие страны закрываются на жесткий локдаун? Очень горько наблюдать, как пустуют городские ратуши. Какую помощь в Европе получат предприятия, которые из-за пандемии несут убытки? Врачи призвали казахстанцев думать о здоровье, планируя выходные по случаю празднования Дня независимости республики. В большинстве городов в эти дни в привычном режиме будут работать кафе, торговые центры и общественный транспорт. Это значит, что туда направится много людей. В зоне риска люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями. Именно они сейчас составляют основную массу тяжелобольных. Давайте посмотрим на карту распространения коронавируса. В целом прирост в республике 661 человек за сутки. Республика по-прежнему находится в зеленой зоне, но Нур-Султан находится в красной зоне. Еще 7 регионов сразу вошли в желтую зону. Это Восточно-Казахстанская, Атырауская, Североказахстанская, Павладарская, Петропавловская и Акмолинская области, а также Алматы. Все остальные области и города находятся в зеленой зоне. Интересно, что число пациентов на амбулаторном лечении выросло на 11 тысяч. Но в Минздраве не могут это объяснить. Два дня назад в республике насчитывалось 10 тысяч пациентов с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении. А на следующий день эта цифра выросла до 21 828. Как сообщает портал информбюро КЗ, противоречивые статистические данные Министерство здравоохранения предоставляет второй день подряд. Но никаких комментариев по этому поводу ведомстве не дают. Получается, что количество пациентов на амбулаторном лечении выросло за сутки сразу на 11 800 человек. И значительно превысило общее число болеющих на сегодняшний день казахстанцев с COVID-19. Сегодня чиновники от здравоохранения призвали казахстанцев в праздничные дни воздержаться от массовых гуляний. Не проводить и не посещать коллективные мероприятия, не допускать переохлаждения организма, соблюдать требования по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию. Для общения и поздравлений использовать дистанционные средства связи. Казахстанцев ждут долгие выходные. День независимости республики мы будем отмечать целых 4 дня. 16, 17, 18 и 19. Граждане планируют провести это время. Наш корреспондент Людмила Батюшкина решила узнать, чем займутся казахстанцы на празднике, ведь в стране действуют ограничения из-за коронавируса. Для среднестатистического жителя Казахстана праздник – это традиционные визиты к родственникам, застолья с друзьями дома или в ресторане, массовые гуляния. А как в этот раз в условиях карантина и жутких ограничений люди планируют отметить День независимости, давайте узнаем. С друзьями, может, соберемся, пойдем куда-то, если, конечно, открыто все будет. Посмотрим, может, выпьем чего. Я не иду никуда, сижу дома. Обычно уезжали куда-то подальше, горы, снег и так далее. Наверное, будем дома или сходим в гости обязательно, потому что очень длинные выходные. В большинстве городов Казахстана 16 декабря массовые мероприятия отменены. Театрализованные представления, конкурсы, концерты, торжественные трансляции будут, но в основном в онлайн-режиме. Из-за пандемии массовые мероприятия запрещены, в том числе и дома. Массовые, по определению, это больше 10 человек. Что остается делать? Можно отметить праздник по-другому, на улице. Устроить подвижные игры, покататься с горок, прийти на каток или лыжню. Но не нужно забывать, что по приказу Минздрава, как в помещении, так и на улице, нужно носить маски. Исключение только для детей до 5 лет и для людей, занимающихся спортом. Поэтому, чтобы не заработать штраф и не испортить себе настроение, лучше иметь с собой несколько масок и менять их по мере необходимости. Не забывайте и о социальной дистанции в полтора метра. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, информбюро, Карагандинская область. Эксперты обеспокоены закредитованностью наших граждан. В Республиканском центре помощи предпринимателям рассказали, что порядка 7,5 миллионов казахстанцев на сегодня имеют кредиты. Это чуть ли не 80% от экономически активного населения. Такие аппетиты объясняют тем, что мы тратим больше, чем зарабатываем. В центре также добавили, что средняя сумма кредита от 320 до 350 тысяч тенге на каждого человека. А усредненная ставка достигает 20,5%. При этом эксперты отмечают, что основная часть займов – это потребительские. Казахстанцы берут в долг на телефоны, машины и предметы роскоши. То есть те вещи, в которых нет срочной необходимости. Аналитики призывают научиться откладывать на будущее, вместо того, чтобы тратить деньги без необходимости. Без каких-либо сомнений ежемесячно мы должны откладывать не менее 10%, в идеале 20%, но мы говорим среднего казахстанца 10% от своей заработной платы, сколько бы у вас она ни была, 100 тысяч, 150, даже 80 тысяч, 10% отложить на счастливую пенсию, и причем не просто под подушку, а грамотно отложить, чтобы деньги работали на этого человека. В Казахстане уменьшилось количество сомнительных банкнот почти в два раза. Об этом заявили специалисты Национального банка. Граждане стали бережнее относиться к деньгам. Но если вы все же повредили банкноту, ее можно обменять. Но при определенных условиях. Каких, расскажет Оскар Миндебаев. Купюры, которые попали в огонь или повреждены другим способом, можно заменить. Это законное право каждого, говорят эксперты Национального банка. При этом банкнота должна сохранить не менее 70% от установленных нацбанком размеров купюры. К платежным банкнотам относятся подлинные банкноты, имеющие силу законного платежного средства. И сохранившие не менее 70% от установленных Национальным банком размеров банкнот. Если банкнота повреждена на 50%, то такие деньги отправляются на экспертизу. Эта процедура занимает до 30 дней в филиалах Национального банка. Каждую купюру восстанавливают по фрагментам. Банкноты, признанные экспертами подлинными, можно обменять на действующие купюры, находящиеся в обращении. Дополнительно платить за экспертизу не нужно. К нам поступают на экспертизу всевозможные банкноты, которые оцеревшие, горелые банкноты, где-то порванные банкноты. Все эти банкноты мы по всем фрагментам собираем их и восстанавливаем. Купюры, которые не сохранили 50% от размера, считаются неплатежными. Всего с начала года в филиалы Национального банка поступила 1971 поврежденная банкнота. Из них было обменено 972 купюры. А вот в 2019 году 3972. Обменяли 3188 банкнот. Эксперты говорят, что наши деньги сделаны из хлопка, и он достаточно огнестойкий. Купюры не плавятся и не прилипают. Поэтому часто сгоревшие банкноты или поврежденные сохраняют свою идентичность. С 26 декабря казахстанцам начнут выдавать открепительные удостоверения для голосования на выборах не по месту регистрации. Для этого нужно написать заявление в избирательную комиссию по месту пребывания и предъявить удостоверение личности. И сегодня же в ЦИКе подтвердили и утвердили регламент участников предвыборных теледебатов. От политической партии АДАЛ выступит член полицовета Эльдар Жумагазеев, а также председатель партии Азат Перуашев, от Народной демократической патриотической партии АУЛ Али Бектаев, от Народной партии Казахстана Айкин Кунуров и от партии Нуратан первый заместитель председателя Боржан Байбек. Агитация в регионах продолжается. Представители Народной партии Казахстана сегодня встретились с преподавателями школ, колледжей и университетов. За круглым столом они обсудили вопросы качества и доступа к образованию. Говорили о том, как решить проблему переполненных школ и отсутствие учебных заведений в некоторых новых микрорайонах. Когда сдается ЖКК, чтобы они сдавались со школами, с детскими садами, вот таким образом можно как-то решить проблему переполненности наших учебных заведений. А партия Акжол предвыборную агитацию провела в медицинском центре Шимкента. Кандидаты в депутаты, городские маслехаты и мажилиз парламента рассказали избирателям, как планируют поднять благосостояние народа. И акцентировали внимание на то, что партия пополняется новыми участниками. По городу Шимкент, если в начале года у нас было 4000 членов партии, но в настоящий момент нас уже 23 тысячи. И очень не стихает активисты, которые приходят к нам вступать в наши ряды. По Казахстану около полумиллиона. Представители патриотической партии ООЛ встретились с мастерами рукоделия города. Нур-Султаны решали, как помочь репатриантам. Большая часть из них – наши соотечественники, вернувшиеся в период независимости в Казахстан. Большинство прибывших в Казахстан к Хандастар – это социально уязвимые группы, которые не имеют имущества, нуждаются в поддержке. Нужно упростить процедуру получения гражданства, убрать требования по сроку временного пребывания в стране. Республиканский предвыборный штаб партии Нур-Отан провел десятки встреч в Шимкенте. Помимо повышения качества медицинских и социальных услуг, обсуждали необходимость строительства новых жилых и соцобъектов, в том числе в присоединенных районах. В ближайшие пять лет в Шимкенте в рамках предвыборной программы партии Нур-Отан планируется построить 42 школы и 22 медицинских учреждения. Более 600 тысяч жителей окраин обещают обеспечить питьевой водой, природным газом и электроэнергией. Также построить жилье и вручить квартиры социально нуждающимся гражданам. А кандидаты от партии АДАЛ провели ряд встреч с гражданами в Павлодарской области. Беседы проходили прямо на улице и в торговых объектах. Сельчане сетовали на нехватку лекарств и подбищных земель. В городе Аксу жители подняли вопросы повышения качества образования в помощи профориентационной работе. Представители партии побывали в селе Коктубе, в Алматинской и Жамбылской областях и в городе Шимкент. Выборщики в США подтвердили, что следующим президентом США будет Джо Байден. Представители Дональда Трампа при этом остается небольшая возможность удержаться на посту. Это убедить Сенат не утверждать итоги голосования выборщиков. Заседание Верхней Палаты Конгресса в Вашингтоне назначено на 6 января. 50 голосов за Джо Байдена, 0 за Дональда Трампа в Делавере. Вот что мы имеем на сегодня. Выборщики из всех 50 штатов США накануне подтвердили, что новым президентом страны будет кандидат от демократов. Выборы теперь официально считаются оконченными даже в Джорджии и Пенсильвании, где представители Дональда Трампа безуспешно пытались оспорить проигрыш кандидата в суде. Невада, например, проголосовала удаленно через Zoom. Такого в истории американской демократии еще не было. Кроме того, необычно, что процесс голосования выборщиков транслировался весь день в прямом эфире ведущими американскими телекомпаниями. Хотя обычная эта техническая процедура такого большого внимания к себе не привлекает. Причина – отказ Дональда Трампа признать свое поражение. Действующий президент весь понедельник публиковал в Твиттер заявление о фальсификациях на выборах и требования перерасчета голосов. В крайней правой группах в интернете распространялись призывы устроить массовые митинги у местных администраций. В Мичигане, где губернатору поступали многочисленные угрозы, выборщикам пришлось отдать свои голоса выцепленной полиции и спецназам местном Капитолии. Джо Байден по итогам дня заявил, что демократия победила и Соединенным Штатам пора перевернуть страницу после четырех лет пребывания Дональда Трампа в Белом доме. Приближается волшебная пора, время исполнения желаний. Пусть в новом году в вашу дверь постучится счастье, а предпраздничный стол украсит любимый напиток Пепси. Его особенный вкус сделает любое торжество ярче, атмосферу веселее, а еду вкуснее. Скажи, как уж ты, новому году вместе с Пепси. Вы смотрите Информбюро, продолжаем выпуск. Сразу несколько европейских стран с завтрашнего дня уходят на жесткий локдаун. Причина резкий скачок заболевших коронавирусом и умерших. Рождество и Новый год гражданам многих стран придется встречать взаперти. Все подробности в нашем обзоре. В Великобритании вводит третий, самый высокий уровень коронавирусных ограничений. Уже завтра во власти жесткого локдауна будут 60% всех территорий Англии. Это Лондон, Южный, Западный, Эссекс. Все непродовольственные магазины, пабы, кафе, рестораны вновь закроются. Работодатели обязаны перевести своих сотрудников в онлайн-офис. А встречаться можно будет только на улице и максимум в шестером. Германию тоже ожидает непривычно тихое Рождество. Со средой вступает в силу решение 16 федеральных земель и канцлера Ангела Меркель. Магазины, ярмарки, рестораны будут закрыты по меньшей мере до 10 января. Школы и детские сады продолжат работать только для детей-врачей и тех сотрудников, которые задействованы в производстве жизненно необходимых продуктов. Я бы очень хотела, чтобы работали менее суровые меры. Нужно сократить контакты между людьми на 70-75%. А мы в лучшем случае достигаем сейчас 40%. А из-за рождественского шопинга социальные контакты стремительно растут. Власти поддержат компании, которые пострадают от локдауна. На это планируют выделять больше 13 миллиардов долларов ежемесячно. Предприятия, вынужденные закрыться, получат компенсацию до 90% своих расходов или до 600 тысяч долларов в месяц. Вслед за Германией, Швеция и Литва ужесточают меры. Италия рассматривает возможность вести карантин на Новый год. По всей Европе закрываются рождественские рынки. Очень горько наблюдать, как пустуют городские ратуши. Я здесь проработала 20 лет и впервые нет ни туристов, ни рождественской суеты. В Испании зафиксировали удивительный случай. Здесь та четырехлетняя жительница победила коронавирус и выписалась из больницы. Течение болезни было тяжелым. И когда долгожительницу выписывали, ей аплодировал весь медицинский персонал. Ирина Евгеньева, Наталья Райм, Информ-Гюро. 12-летняя Рахат Коржаубаева нуждается в вашей помощи. Девочка борется с раком крови. Турецкие врачи дали шанс и жительницу Нурсултана транспортировали в Стамбул на лечение. Ей предстоит сложный курс химиотерапии – пересадка костного мозга. Донор уже есть. Зарубежные специалисты выставили огромный счет – 110 тысяч долларов. Но главное, они дают шанс на выздоровление. Родители Рахат самостоятельно не могут собрать эти деньги и просят казахстанцев откликнуться на их беду. Дорогие друзья, я обращаюсь к вам в сложной жизненной ситуации. Уверен, что с вашей помощью мы сможем победить рак и подарить шанс на жизнь моей дочери. Дорога каждая минута. С начала года в Ираусской области тысячи семей обрели жилье. Это те, кто годами дожидались своей очереди на квартиру. Многодетные матери, сироты и жильцы аварийных домов. Вот и сегодня, в преддверии праздника Дня независимости, 150 семей получили ключи от новых домов. Кроме того, сегодня в Ираусской области в эксплуатацию сдали школу на 600 мест. Эльмира Иржанова расскажет подробнее. В Ираусс начала года тысячи семей отпраздновали новоселье. Вот и сегодня сразу 150 семей получили ключи от квартир. Жилье в многоквартирном доме получили те, кто вырос в трудных социальных условиях и в детских домах. Ключи от квартир вручил Аким области Мохамбет Дусмухамбетов, который сообщил, что работы по обеспечению жителей жильем будут продолжены. Квартиру получают мои дети. Я очень рада, ведь теперь моим шестерым внукам будет удобно в доме. Вот здесь все они присутствуют. Я мать шестерых детей. Шесть лет ждала своей очереди на жилье. Я очень рада, что наконец-то получила жилье. Сегодня же состоялось и торжественное открытие школы на 600 мест. Строить ее начали два года назад. Вложено 2 миллиарда 300 миллионов тенге. Решена проблема нехватки учебного заведения в микрорайоне Самал, где раньше в школу на 850 мест дети приезжали издалека. Планируется, что в новой школе в две смены будут обучаться 1200 учеников. В школе есть все условия – тепло, чисто. В каждом классе будет примерно по 25 учеников. Кроме того, работу получат 200 человек. 130 из них – учителя, остальные – техперсонал. В преддверии праздника Дня независимости состоялось и открытие общежития колледжа на 100 мест. Также начал функционирование цех по производству кваса и сока. Не остались в стороне и районы. Там провели открытие социальных объектов. Эльмира Ержанова, Жанат Молдашева, Информбюро, Атраусская область. В Акмолинской области для школьников и студентов открылся новый дворец – Булашак. В здании созданы все необходимые условия для того, чтобы молодые люди могли освоить передовые современные технологии. Уникальный дворец Булашак придает городу Кукшетау особенный величественный вид. Здания одновременно могут посещать около 1300 человек. Стоимость проекта – более 10 миллиардов тенге. Почти 70 миллиардов тенге мы инвестировали на развитие нашего областного центра, нашему любимому городу Кукшетау. Конечно же, новым украшением, несомненно, стал дворец Булашак-Сарай, где мы сегодня вместе с вами находимся. Это действительно необходимый объект, проект для нашей молодежи. Помимо IT-клубов, здесь есть секции для молодых людей, которые захотят развивать свои творческие способности. Я очень люблю рисовать. Рисую и масляными красками, и гуашью, и акварелью. Очень рада, что нам подарили такой огромный дворец. А в инженерных классах ученики и студенты могут воспользоваться технологическими новинками. Эта лаборатория предназначена для школьников и студентов от 15 до 21 года. У нас есть немецкие и российские устройства. Большинство таких новинок доступны только в Европе. Это позволяет изучать теорию на практике. Благодаря новым секциям молодежь сможет самостоятельно ставить эксперименты и проводить опыты, внося свой вклад в развитие казахстанской науки. Жанна Таятенова, Ермих Махметов, Информбюро, Акмолинская область. В Нурсултане открылась выставка произведений изобразительного искусства «Искусство Качеви». Проект организован Центром Куланши Артспейс при поддержке Форте Банк. Семь современных художников Казахстана и Кыргызстана представили свои работы на новой выставке «Форте Банк Куланши Артспейс». Выставка «Искусство Качеви» – это пересказ песен на языке цвета и формы. Художники рассказывают нам свои истории и легенды. Некоторые работы посвящены современным реалиям, а именно пандемии коронавируса. Хочу немножко напомнить про историю «Форте Банка Куланши», что эта вся история началась, когда основной акционер банка Божий Медведевич Утимиратов, он принял решение на родину вернуть 24 картины известных казахстанских художников. Это были классики Казахстана, Костеев, Мулашев, Степанов, Айтбаев. Эти работы находились в тот момент в России, и они не были доступны. Основная часть картин написана не в этом году, а раньше. Невозможно пройти мимо произведений из серии «Ковид-19». Автор картин – кыргызский художник Юристан Бекшигаев. Люди искусства сегодня еще раз выразили свою благодарность «Форте Банку» за возможность показать широкой аудитории свои произведения. И верят, что в такие сложные моменты частичка искусства позволит людям забыть о проблемах и окунуться в мир красоты. Мы, как художники и галеристы, верим в то, что мир спасет красота. Но на самом деле это просто какой-то такой очень хрупкий процесс переоценки ценностей. И опять же он связан с выбором. И с выбором дороги, по которой опять же каждый человек пойдет только искать своих собственных соображений. Выставка продлится до 20 января 2021 года. Галерея расположена в головном офисе «Форте Банка» в городе Нур-Султан по улице Достык. Время работы выставки с 10 утра до 6 вечера. Организаторы еще раз призывают гостей и жителей столицы не упустить такую возможность. В целях соблюдения санитарных требований необходимо заранее записаться в Центре современного искусства «Куланши» для посещения выставки и не забыть надеть маску. Нургали Карабаев, Нургенток Мужзин, Информбюро, Нур-Султан. Субтитры создавал DimaTorzok